Всем привет! Сегодня я вам покажу как использовать симуляцию физики для анимации персонажа. Для этого я буду использовать такого симпатичного персонажа из DAS Studio. Я импортирую его в Blender с помощью аддона DAS Importer. Если вы не знаете что это, то посмотрите обзор на него на моем канале. После импорта открываем вкладку Correction. Здесь мы поочередно кнопки Merge Rig, Merge Tools и Make All Bones Possible. Так мы объединим скелеты одежды волос и персонажа в один и разблокируем все кости. Я также изменю отображение костей во вьюпорт. Мне так привычнее. Я импортирую сцену и анимацию из другого файла и применю к персонажу. Чтобы анимация не тормозила, во вкладке Render Properties поставьте галочку на Simplify. Число в поле Max Subdivision измените на 0. Откроем NLA редактор и конвертируем анимацию в стрип. Берем галочку напротив стрипа. Выделим Rig, перейдем в Pause Mode, выделим все и жмем Alt R, Alt G. Мы будем работать с этой позой. Поставив снова галочку в NLA редакторе, сможем посмотреть как все работает в движении. Начнем с груди. Эти две кости управляют ее движением. Мы будем их анимируя с помощью симуляции мягких тел Soft Body. Для этого добавим в сцену любой мэш. Перейдем в Edit Mode, жмем M от Center. Все вершины свернулись в одну. Выйдем из Edit Mode, переименуем этот объект. Выделим Rig, перейдем в Edit Mode. Выделим кость, которая управляет движением груди. Жмем Shift S, Cursor to Selected. Выйдем из Edit Mode. Выделим в Outliner вершину. Жмем Shift S, Selection to Cursor. Сдвинем немного эту вершину по оси Y. Теперь привяжем ее к кости, которая называется Chest Lower. Выделяем вершину, через Shift Rig персонажа. Переходим в Pause Mode. Выбираем нужную кость, жмем Ctrl P, Bond. Так мы привязали вершину к кости. Идем в Object Mode, выделяем вершину. Идем во вкладку Physics Properties, жмем Soft Body. Если теперь нажать на пробел, можно видеть, что точка прыгает вверх и вниз. Значит симуляция работает. Идем на вкладку Object Data Properties. Добавим новую Vertex Group. Переименуем ее. Перейдем в Edit Mode. Добавим нашу вершину в группу. Идем в Object Mode. Выделим Rig и перейдем в Pause Mode. Выделим кость левой груди. Добавим ей Bone Constrain, Dumped Track. В поле Target укажем название объекта Soft Body. В поле Vertex Group укажем созданную нами группу. Проверим как работает симуляция. Поставим эту галочку в NLV редакторе. Персонаж шагает и грудь движется. Но такое движение нас конечно же не устраивает. Выделим объект Soft Body. Идем во вкладку Physics Properties. Здесь нас интересуют настройки Friction и Mass. Mass уменьшим до 0.3, а Friction увеличим до 50. Вы конечно же можете использовать любые другие настройки, которые вам нравятся. В NLV редакторе снова уберем анимацию персонажа. Вернем его в исходную позу. Выделим объект Soft Body. Продублируем и переименуем его. Выделим Rig и перейдем в Edit Mode. Выделим кость правой груди. Жмем Shift S, курсор то есть Selected. Идем в Object Mode. Выделим второй объект Soft Body и переместим его в положение курсора. Сдвинем немного объект по оси Y. Теперь надо назначить Bone Constrain для правой кости так же как и для левой. Добавляем Constrain, Dumped Track. В поле Target укажем название второго объекта Soft Body. В поле Vertex Group укажем ту же самую группу, что и в первый раз. Проверим как работает симуляция. По-моему замечательно работает. Вернем персонажа в исходную позу. Теперь сделаем нечто похожее для волос. У волос тоже есть кости. Конечно же для большей реалистичности костей должно быть больше. Но для демонстрации принципа работы этого хватит. Выделим одну кость и перенесем курсор в это место. Добавим сцену плоскость. Повернем, отмасштабируем и переименуем ее. В облик Properties изменим параметры видимости. Перейдем в Edit Mode. Выделим две вершины и подвигаем их. Далее жмем E и экструдируем. Каждая пара вершин должна находиться чуть ниже соответствующей кости. Назначим вершину в группы. Самую верхнюю назовем Pin. Остальные пронумеруем. Идем в Object Mode. Привяжем плоскость к кости головы. В Object Mode выделяем плоскость и идем во вкладку Physics Properties. Выбираем Close, то есть ткань. Опускаемся ниже и ищем графу под названием Pin Group. Выбираем здесь группу с соответствующим названием. Теперь эта группа вершин не будет участвовать в симуляции и будет удерживать весь объект падения. Проверим как выглядит анимация. Вернемся к начальной позе. Выберем самую верхнюю кость в правом хвосте. Назначим Ebone Constraint Dumped Track. В поле Target укажем название плоскости. В поле Vertex Group укажем группу под номером 1. Повторим то же самое для других костей в этом хвосте. Для каждой указываем соответствующую группу и вершину. Проверим как выглядит анимация. Можно покрутить настройки в панели Physics Properties, чтобы добиться такой анимации, которая вам нужна. Если все устраивает, то скопируем плоскость модификатором Close, переместим ее на место костей во втором хвосте. Переименуем эту плоскость. Далее повторим действия с костями. Назначим им Constraint Dumped Track. В поле Target указываем нужную плоскость модификатором Close, а в поле Vertex Group нужную группу вертексов. Далее сделаем то же самое для боковых прядей волос и для челки. У них есть только по одной кости. Поэтому мы просто масштабируем плоскость и не добавляем лишних вертексов. В остальном то же самое. Прикрепляем плоскость к кости головы. Назначаем группу вершинам, плоскости. В этом случае их всего две. Добавляем модификатор Close и указываем в нем группу Pin. Для кости добавляем Dumped Track. Указываем в Constraintе плоскость и группу вершин. Далее копируем эту плоскость и повторяем все действия для волос с другой стороны. Для челки надо будет сделать немного по другому. Во-первых повернуть плоскость по ICZ на 90 градусов. Во-вторых расположить ее не на месте костей, а немного впереди, чтобы не было пересечения с мешем головы. В остальном повторяем все предыдущие действия. Выделим все плоскости с модификатором Close и перенесем их в отдельную коллекцию. Сверху Outliner нажмем Filter и отметим эти значки. С помощью этих значков можно скрыть эту коллекцию его в Viewport и на рендере. Посмотрим как выглядит анимация. Как видите в некоторых местах волосы проходят сквозь тело персонажа. Чтобы это исправить нам надо добавить объект коллизии. Это меш, с которым будет сталкиваться объект симуляции. В нашем случае это тело персонажа. Именно для этого мы отодвинули объект в Close для челки. Он не должен пересекаться с объектом коллизии. Применим к телу персонажа модификатор Collision. Запустим анимацию. Компьютер стал тормозить. Это потому что в симуляции физики чем больше вершин в объектах, тем сложнее работать в системе. В объектах Close у нас всего несколько вершин. Но в персонажа их довольно таки много. Можно решить эту проблему по-разному. Например можно добавить в сцену низкополигональные объекты. Такие например как Экосфер. И привязать их к костям персонажа и сделать объектами коллизии. Или можно в Edit Mode скопировать часть персонажа, нажать Pselection и выделить ее в отдельный объект. Этому объекту назначить модификатор Decimate в режиме On Subdivide и применить его. Так мы получим низкополигональную сетку, которая повторяет всю анимацию персонажа. Назначим ей Collision. Волосы разлетаются в разные стороны. Чтобы это исправить, идем во вкладку Physics Properties и уменьшим до минимуму параметр, который отвечает за то, на каком расстоянии от мэша начинает считаться столкновение объекта. Анимация стала лучше, но не намного. Это потому, что у самой ткани есть похожий параметр во вкладке Physics Properties. Заходим сюда, ищем Collision и уменьшаем параметр Distance до минимума. Вскроем объект Collision из вида и рендера. Посмотрим анимацию. Выглядит гораздо лучше. Давайте теперь сделаем симуляцию для одежды. Выделим юбку. Перейдем в Object Data Properties. Создадим новую группу вертексов и назовем ее Pin. Перейдем в режим рисования весов. Нарисуем область, которую нам надо закрепить. Перейдем в Object Mode. Добавим юбке Modificator Close. В Pin Group добавим группу Pin. Посмотрим, как работает симуляция. Как и ожидалось, юбка проваливается сквозь мэш. Добавим объект коллизии, так же как в случае с волосами. Выделим персонажа. Перейдем в Edit Mode. Включим режим X-Array. Выделим нужную часть. Подублируем ее. Нажмем Pselection. Идем в Object Mode. Добавим этому мешу модификатор Decimate и уменьшим количество полигонов. Применим модификатор. Добавим мешу Collision. Проверим анимацию ткани. Выглядит не очень хорошо. Это потому, что, как и в прошлый раз, надо уменьшить расстояние, на котором высчитывается столкновение ткани и объекта Collision. Проиграем анимацию. Юбка в некоторых местах проваливается в меш. Это потому, что расстояние коллизии очень маленькое. Увеличим немного параметр Distance у ткани Physic Properties. Посмотрим анимацию. Выглядит неплохо. Чтобы стало еще немного лучше, добавим юбки модификатор Smooth. Увеличим количество итераций. А теперь анимация ткани мне нравится. Это, так сказать, классический метод симуляции. Но если у вас мультяшная анимация, или вы хотите перенести анимацию одежду в игровой движок и редактировать ее там, то можно применить к одежде тот же способ, что и для волос. Вернем персонажа в начальную позицию. Удалим модификатор Close с юбки. Жмем Alt-P Clear and Keep Transformation. Так мы отвяжем ее от скелета. Очистим стек модификатор. Сделаем для юбки новый скелет. Он должен состоять из цепочек костей. Чем больше костей из цепочки, тем реалистичнее анимация. И ограничить тремя костями для демонстрации. Далее привяжем этот скелет к кости пелвис персонажа. Скроем все, кроме юбки и костей. Перейдем в Edit Mode. Для более точного позиционирования включите привязку к полигонам. Продублируем цепочку костей несколько раз и разместим их вокруг юбки. Выделим юбку и через Shift скелет. Жмем Ctrl-P With Automatic Weights. Мы привязали юбку к скелету. Далее создадим такую же плоскость с группами вершин, как и для волос. Назначим ей модификатор Close. Во вкладке Physic Properties назначим группу Pin и уменьшим параметр Distance для коллизий. Также привяжем объект Close к кости пелвис. Продублируем этот объект и расположим копии рядом с цепочками костей юбки. Назначим каждой кости Bone Constraint Dumped Track. И настроим их так же, как и в случае с волосами. Вернем видимость остальных объектов. Посмотрим анимацию. Она выглядит не так реалистично, но зато работает практически в реалтайм. Можно настраивать каждый объект в лос отдельно, чтобы добиться нужного результата. К тому же можно запечь анимацию на кости и отредактировать ее с помощью ключей анимации. Еще один плюс этого способа в том, что раз эта анимация на костях, то ее можно легко перенести в любой игровой движок. В общем, этот способ симуляции тоже можно использовать во многих случаях. Если у вас еще остались вопросы, то пишите их в комментариях. Если вам понравилось видео, то помогите развитию канала и поставьте лайк. И не забудьте во время подписки нажать так же колокольчик, тогда вы не пропустите ни одно видео. На этом все. Всем хорошего дня. Удачи!